Рождество Твое, Кристое Боже наш, Господь сияния и свет разума. Ежегодные рождественские образовательные чтения прошли в Успенском. Участников форума поприветствовала председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова. Хочу пожелать вам всем плодотворной работы. И чтобы не только по цифрам мы отчитывались о своей протеланной работе, но чтобы у нас кругозор в данном направлении был расширен. Впервые рождественские чтения были проведены в Коломенской духовной семинарии в 2003 году. Сегодня Московская митрополия Русской Православной Церкви и Министерство образования Подмосковья являются надежными партнерами и коллегами в деле духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи. Мы вместе, на равных, равноправно имеем возможность заниматься воспитанием подрастающего поколения. Это большой дар нам свыше от Господа, огромный дар, основанный на крови священномучников нашей Церкви. И это большая ответственность для нас, это дар сохранить, пронести и передать следующему поколению. В рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве между Министерством образования региона и епархиями Московской митрополии Русской Православной Церкви на территории округа прошло более 800 мероприятий. Более 40 тысяч педагогов, более 100 тысяч родителей, ну и, конечно, самая массовая аудитория – это наши ученики. Их более 750 тысяч приняло участие в рождественских чтениях 19-х. И это говорит о том, что эта тема очень востребована, очень необходима и, наверное, ждет своего продолжения. Одним из мероприятий 19-х рождественских чтений стал конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», в котором приняли участие ученики со всей Московской области в возрасте от 9 до 17 лет. Тема конкурса – «350 лет со дня рождения Петра Первого». Ребятам было предложено нарисовать рисунки в разных номинациях. Портреты, великие баталии, великие события. Сегодня мы участвуем в закрытии рождественских образовательных чтений и привезли сюда победителей, призеров. Надеемся, что им здесь понравится. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».